Из четырех лун Юпитера, открытых в январе 1610 года, Галилеа Галилеем, Калисто, самый удаленный от своей планеты и считается одним из самых интересных спутников с научной точки зрения. Он может иметь океан и находится от Юпитера достаточно далеко, поэтому не имеет смертоносных уровней радиации на поверхности. Из этого можно сделать вывод, вполне возможно, там может быть жизнь. Всем привет, это канал Люди и Космос и видео с подборкой интересных фактов о Калисто. Диаметр Калисто составляет около 4820 километров. Это второй по величине спутник Юпитера. Крупнее только Ганимед. А в Солнечной системе Калисто третий по размерам. Хотя его диаметр схож с диаметром Меркурия – 4879 километров, его масса составляет только треть от массы самой маленькой планеты в нашей системе, так как Калисто состоит в основном из камней и льда. Также в его составе присутствует замороженный аммиак. Расстояние между Калисто и Юпитером около 1 882 тысяч километров. Спутник имеет очень низкий эксцентриситет орбиты, то есть она почти круговая. В ближайшей ее точке расстояние равно 1 869 тысяч километров, самый удаленный – 1 897 тысяч километров. Именно это достаточно большое расстояние избавляет Калисто от участия в орбитальном резонансе. Тем не менее, он все же находится в синхронном вращении с Юпитером. На Калисто почти нет геологической активности, из-за этого ученые считают его мертвой луной. На его поверхности нет вулканов, тектонических плит или какого-либо другого механизма, который обновлял бы его поверхность. В итоге Калисто стал объектом с наибольшим числом кратеров во всей Солнечной системе. Его поверхность оставалась неизменной в течение 4 миллиардов лет. Около 50% массы спутника – это замерзшая вода и некоторые другие материалы – магний, железо с гидротированными силикатами, диоксид углерода, диоксид серы, аммиак, а также различные органические соединения. Поверхность Калисто очень темная, она отражает только 20% света, который на нее попадает. Астрономы считают, что под поверхностью спутника может быть океан. Он, возможно, имеет глубину от 50 до 200 километров. По мнению ученых, он мог бы существовать благодаря присутствию на Калисто радиоактивных элементов и аммиака. Одним из аргументов в пользу этого является тот факт, что магнитное поле Юпитера, скорее всего, не пересекает поверхность спутника. Значит, что под поверхностью Калисто есть проводящий слой жидкости, который должен иметь минимум 10 километров глубины. А если эта вода содержит аммиак, что представляется вероятным, то эта глубина составит 250 или 300 километров. Тем не менее, под этим океаном, если он, конечно, есть, внутренняя часть Калисто, возможно, состоит из сжатого горного материала и льда. Причем плотность породы должна увеличиваться по мере приближения к его центру. Существование океана внутри спутника может привести к возникновению там жизни. На его поверхности также может находиться микробы. Но так как у Калисто нет какого-либо источника тепловыделения, кажется маловероятным, что жизнь может там появиться, тем более сохраняться в течение длительного периода времени. Калисто уже был исследован ранее, зонды Пионер 10 в 1973 году и Пионер 11 в 1974 году посетили его, но не передали никакой новой информации. А вот зонды Voyager 1 и 2, которые наблюдали Калисто в 1979 году, сделали снимки более половины поверхности и измерили температуру, массу и форму спутника. В 2003 году зонд Галилея 8 раз пролетел возле Калисто, сделав снимки всей его поверхности. В 2007 году зонд Новые горизонты, который был направлен на Плутон, получил новые изображения и измерения спектра Калисто. Очередная миссия в систему Юпитера планируется к запуску 31 декабря 2023 года. Она получила название Jupiter Ice Moon Explorer. В основном ее задачей будет изучение Европы и Ганимеда. Но несколько облетов Калисто тоже будет сделано. В 2003 году НАСА провело одно концептуальное исследование, в котором определялось наиболее удаленное тело в нашей системе, которое будет осваиваться человеком при изучении внешних планет. И спутник Калисто был выбран в качестве наиболее подходящего места. У этого спутника есть несколько преимуществ, которых нет у остальных галилеевых лун. У Калисто также много водяного льда на поверхности, но расстояние до Юпитера достаточно большое, уровень радиации здесь в 7 раз ниже, чем на Земле. Кроме того, здесь полная геологическая стабильность и нет необходимости беспокоиться о вулканах, землетрясениях или любых других опасных геологических явлениях. Этот спутник будет хорошим местом для создания постоянной обитаемой станции. Его можно будет использовать для обслуживания кораблей, летящих за пределы Солнечной системы. А также для тех, кому суждено будет исследовать окрестности Юпитера. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео, впереди еще много всего интересного, до скорого.